Вы смотрите новости информбюро. Корреспонденты 31 канала уже готовы рассказать о событиях уходящего дня. В студии Оскар Мендыбаев. Добрый вечер и смотрите сегодня. Конец света. Алматы и несколько городов Казахстана частично остались без электроснабжения на несколько часов. По какой причине был наброс со стороны энергосистем Центральной Азии? Как блэкаут сказался на жизни людей? Нужна объективная оценка. Комиссия по общественному расследованию январских событий готова приступить к работе. Кто вошел в состав? Какие дела будут рассмотрены? Таких случаев очень много. И поможет ли это переломить ситуацию с пытками? Мясной рынок. Власти Алматы показали точки, где говядину продают за 2050 тенге. Выгодно ли это продавцам? Сегодня я, например, увидела эту точку в первый раз. И как долго продлится такая акция? Инфляция догоняет. Почему доходность пенсионных активов за прошлый год меньше, чем годом ранее? Каков реальный прирост? И каковы шансы, что этих денег хватит на старость? Больше двух тысяч уголовных дел заведено по итогам расследования январских событий, сообщил заместитель начальника первой службы генпрокуратуры Елдос Келымжанов. В беспорядках пострадали почти полторы тысячи зданий по Казахстану. Уничтожены и повреждено 700 автомашин. Задержанный подозреваемый обеспечивается доступ к квалифицирным адвокатам. При необходимости им предоставляются услуги бесплатных защитников за счет государства. На каждую жалобу о злоупотреблениях должностными полномочиями и превышение власти сотрудниками правоохранительных органов, наряду с органами прокуратуры, по поручению министра внутренних дел, проводят проверку и подразделения собственной безопасности МВД. В МВД сообщили, что готовы сотрудничать с общественниками для объективного расследования январских событий. Уточнили и цифры по ущербу. Почти 1400 объектов бизнеса подверглись разграблению. По обновленным данным из семи охотничьих магазинов, похищено почти 1600 единиц гражданского оружия. Общая сумма предварительного ущерба по уголовным делам, находящимся в производстве, превысила 87 миллиардов тенге. И сегодня же участники общественной комиссии рассказали о нарушениях, которые они уже выявили. Пока не вынесли решение суда, его назвали террористом. Вот, насчет этого мы сейчас уже работаем, направили адвокатский запрос, но, однако, безуспешно. Так как они пишут, что это секретный материал, обращайтесь в КНБ. Поэтому насчет этого мы сейчас работаем, и таких случаев очень много. Полицейские Алматы расследуют 1481 дело. Большая часть из них по фактам кражи чужого имущества. Но у общественности много вопросов. К нам в редакцию продолжают поступать жалобы на незаконное задержание граждан и даже пытки. В этом вопросе хотят разобраться участники независимой комиссии. Ее инициатор, известный адвокат Айман Умарова, сегодня у нас в студии. Айман Муратовна, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему возникла необходимость в создании вот такой комиссии? То есть вы уже сейчас видите, что нет объективного расследования? Необходимость возникла, поскольку должно быть общественное расследование. Вы сами видите, что, в принципе, Комитет национальной безопасности нас предал. Орган, который должен защищать нашу безопасность, оказались предателями. И поэтому возникла эта необходимость. Что касается того, что вы говорите, пытки и так далее, наша цель, наша комиссия, это не только расследование пыток, но и в целом картины, события до того, что происходило. Какие были предпосылки до этого, политические, возможно, экономические, что такое произошло, что вот так вот все взорвалось. Далее, естественно, сам ход и результаты. Если эти показания, пусть даже это будет террорист или там мародер, там еще кто-то, но добыты незаконным путем пыток, в дальнейшем они могут быть ничтожными и признаны судом, недопустимыми доказательствами и исключены из числа доказательств. И здесь, конечно, роль мизерная прокуратурой. А скажите, как много жалоб вам поступает от граждан на действия полицейских? Очень много, но мы сейчас не можем точное количество сказать, поскольку мы по блокам разделили. Блоки сами потерпевшие, случайные люди, которые там оказались, стали потерпевшими, проживающие люди в этой местности, ну то есть в этом месте где-то все произошло, протестующие и сами же полицейские. Скажите, пожалуйста, то есть результаты, которые вы получите от общественного расследования, где они будут учитываться? Мы будем промежуточно все это освещать, будут прямые эфиры на трех языках, русский, казахский, английский и, ну конечно, в меньшей степени английский. И плюс мы будем это освещать вообще, в принципе, не только в соцсетях. И, естественно, период досудебного расследования один блок и после, естественно, суд. Скажите, пожалуйста, вот люди, которые столкнулись с незаконным задержанием, могут ли они рассчитывать на то, ну на вашу помощь, так скажем? Помощь нашу как адвоката нет. Ну, естественно, если кто-то из наших людей возьмет защищать, это другой вопрос. Здесь вообще идет речь о картине и о том, что если эти люди не услышаны, то мы будем говорить о них. Айман Муратовна, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Я напоминаю, мы говорили о необходимости прозрачного расследования январских событий с юристом Айман Умаровой. Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане может наступить уже в середине февраля. Такой прогноз сегодня сделала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Исмагометова. Ожидается, что в худшем случае в сутки будут выявлять до 40 тысяч новых случаев. Пока же самый большой показатель был зафиксирован в середине января. Тогда ковид подтвердился у 16 тысяч человек в сутки. При этом, что прежде, при заражении дельта-штаммом, фиксировали максимум 8 тысяч заболевших. И все же в Казахстане решили ослабить карантинные ограничения. Послабления в первую очередь коснулись сферы бизнеса и, пожалуй, стали самыми масштабными. За все время пандемии. Эти послабления накладывают особую ответственность и веру в приверженность бизнеса выполнять установленный алгоритм безопасной работы. При этом, при появлении риска перегрева системы здравоохранения, повышения летальности от коронавирусной инфекции, могут быть введены дополнительные ограничительные меры. Теперь для всех бизнесменов, использующих приложение АШИК, снятые ограничения по времени работы. Это касается любой зоны и всех объектов, допускающих посетителей, как зеленым, так и с синим статусом. Практически без ограничений смогут проводиться любые торжественные и спортивные мероприятия. Свободнее будут действовать также и ТРЦ, спортивные, религиозные и развлекательные объекты. Единственным условием для этого служит зеленый статус у работников и посетителей. Хорошую новость объявили и невакцинированным. Их будут запускать во все цоны, аэропорты, вокзалы, банки, гостиницы, салоны красоты, а также образовательные учреждения. Предприниматели, в свою очередь, рады послаблением, но рассчитывали на большее. Предлагалось бизнесам и Атамикенам. Безусловно, это необходимость ТРЦ, торгово-развлекательным центром, работать только для клиентов с зеленым статусом. Мы предлагали дать им возможность работать для граждан, имеющих синий статус. Потому что это, в принципе, не говорит об их эпидемиологической какой-то опасности. Это лишь говорит о том, что по нему нет никакой информации государства. И к основной теме дня. Блэкаут сегодня пережила южная часть Казахстана, а также наши соседи Узбекистан и Кыргызстан. Электричества не было в центре Алматы, перебои наблюдались и в Таразе, а Шимкент оказался полностью обесточенным. Этого хватило, чтобы вывести из строя сразу несколько сфер жизни казахстанцев. С нами на связи корреспондент Анастасия Новикова. Добрый вечер, Анастасия. Насколько Шимкент погрузился во тьму сегодня? Здравствуйте. Жители Шимкента провели без электроэнергии 3,5 часа. Но за это время в городе едва не наступил хаос. Перестали работать светофоры. Появились многометровые пробки. Перекрестков в городе тысячи. И на каждый полицейских не хватило. Некоторым пришлось выкручиваться самим. Увидел, что машины стоят. Решил разрулить их, чтобы народ не проставил в пробке. Но и заправить свои машины людям было негде. АЗС приостановили свою работу. Как и супермаркеты с магазинами и кафе. Ведь оплату через кассовые аппараты провести было невозможно. Горожане, наученные январскими событиями, достали свои запасы наличных. Проблемы возникли и с подачей тепла. В домах на автономном отоплении сразу стало холодно. Ну и местная ТЭЦ перестала подавать тепло в квартиры. В соседнем Узбекистане тоже едва не наступил коллапс. Полностью обесточенной оказалась столица и несколько областей. Остановились аэропорт и метро. Там же в Узбекистане туристы оказались в плену на канатной дороге. Их пришлось эвакуировать. Сейчас некоторые районы Ташкента уже пишут, что восстанавливают электричество. У нас пока нету. Ждем. Надеюсь, что скоро будет. Слышали, в Казахстане тоже с этим проблемы. Будем вместе держаться. В половину четвертого Шымкент постепенно начал возвращаться к свету. Первыми заработали светофоры. Затем электричество появилось в домах горожан. Сейчас перебоев нет. Без электричества сегодня остались еще и Тарас и часть Алматы. Нургали в чем была причина и как это сказалось на жизни мегаполиса. Да, сегодня досталось и алматинцам. На час без света остались 92 тысячи потребителей. Большая часть из них это жильцы домов и квартир. На дорогах успели образоваться огромные пробки. Основными виновниками заторов стали отключенные от питания троллейбусы и светофоры. Позже стала известна и причина блэкаута. Причиной отключения был наброс со стороны энергосистем Центральной Азии, который привел к недопустимому перегрузу транзита север-юх. В результате энергосистем Узбекистана и Кыргызстана полностью погашены. В отличие от энергосистем Центральной Азии, электроснабжение юга нашей страны было очень сохранено за счет действия автоматики. В итоге электроснабжение в городе Алматинской области восстановили в течение часа. Для этого специалистам пришлось перераспределять энергию, вернее переключать всех абонентов на другие линии. Данную работу сейчас проводят и в остальных регионах. Там свет обещают дать уже в ближайшее время. Нургалис Абитов, Анастасия Новикова, Геннадий Лукин, Информбюро, Алматы. А тем временем в Кигок приняли решение отключить майнеров от электроэнергии. Так в энергетической компании отреагировали на сегодняшний блэкаут. Предупреждение об отключении получили 196 организаций по всей стране. Под запрет попали майнинговые фермы, работающие легально. Стоит отметить, что в Казахстане сосредоточено примерно 18% всех мировых мощностей по добыче биткоина. Теперь же возобновить работу они смогут не раньше 1 февраля. В ассоциации блокчейна считают, что причина сегодняшней аварии, оставившей без света не только несколько городов Казахстана, но и соседний Узбекистан и Кыргызстан – износ электросетей. Легальные майниры потребляют всего 7% электроэнергии в Казахстане, утверждают в ассоциации. Большинство всех регальных майниров, они все функционируют вне изношенных сетей, они функционируют на сетях ГОКа, где у них собственные станции, подстанции, и собственная инфраструктура вся новая, поэтому там проблем с этим нет. О власти Алматы показали лавки в местных павильонах, где мясо стоит 2050 тенге. Ранее алматинцы, обсуждая в социальных сетях эту новость, заявили, что подобных цен нет на рынке. Торговцы тоже считают такую стоимость убыточной, и не все готовы сотрудничать с Акиматом. Артакамал продолжит тему. В этой лавке реализуют мясо по минимальной цене – 2050 тенге за кило. Продавец рассказывает, что привозит товар из Талдыкоргана. В Акимате рассказали, что крупным предпринимателям, которые продают мясо по заниженной цене, выдают льготные кредиты, а мелкие продавцы на рынках не выплачивают аренду. В соседних лавках цены за кило говядины начинаются от 2800 тенге. Поставщики, которые привозят, свой скот никто дешево отдавать не хочет. Во-первых, корм дорогой, все дорого. И вот так, автовые – 2200, 2150. Это же не от нас зависит. Мы, например, пришли на работу, нам тоже торговать надо, правда же, семью кормить надо. Это курдайское мясо. Вы сравните, принесите оттуда и отсюда. Это намного высшего качества. Многие покупатели действительно недовольны качеством мяса по социальной цене. Некоторые рассказывают, что впервые видят такую социальную лавку. Так, вот сегодня я, например, увидела эту точку первый раз. Так-то я здесь же недалеко живу, и все эти точки я знаю. Беру здесь. Ну, если какие-то косточки, то, может, можно взять по 250. Ну, хотелось, конечно, дешевле. Здесь все в разы дороже. Не говоря уже про маленькие магазины. А по сколько в других местах? Около трех. Три с лишним. Такие социальные лавки открыли на пяти рынках Алматы. Также сети супермаркетов «Магнум» и специализированном магазине «Ассует». Цены там на 15% ниже рыночных. Ардак Камал, Сергей Шуйский, Информбюро Алматы. Вы смотрите Информбюро, мы продолжаем. В Казахстане увеличили ставки по несрочным депозитам до 9,8%. И речь идет о вкладах с возможностью пополнения. Новые ставки начали действовать уже с сегодняшнего дня, и коммерческие банки могут пересмотреть вознаграждения по вкладам. В фонде гарантирования депозитов сообщили, что это связано с пересмотром нацбанком базовой ставки. А тем временем практически весь доход по пенсионным накоплениям казахстанцев съедает инфляция. За прошлый год реальная доходность пенсионных активов составила всего 2,73%. Почему ЕНПФ и Нацбанк не могут обеспечить большую прибыльность пенсионных вкладов, что делать, чтобы не оказаться на пенсии в нищете, узнавала Людмила Батюшкина. Венера Бикузина, имея на пенсионном счету 6 миллионов тенге, поняла, что надеяться на достойную старость не приходится. Поэтому сейчас надеется только на свои силы. Я считаю, что сегодня каждый человек должен сам о себе побеспокоиться, как ему заработать себе на пенсию. И если не будет этой дисциплины, не будет этого понимания у каждого человека, то он вряд ли сможет себе обеспечить достойную старость. В прошлом году вкладчики перечислили в ЕНПФ в полтора раза больше пенсионных взносов, чем годом раньше. На 1 января этого года в фонде накопилось 13 триллионов тенге. Инвестиционный доход составил 11%, но 8,4% съела инфляция. То есть реальный доход вкладчиков составил всего 2,73%. Пенсионный фонд сам не инвестирует деньги вкладчиков, ими управляет Нацбанк. И делает это неэффективно, считают экономисты. Если бы он инвестировал в инфраструктурные проекты и вообще в какие-то нуждающиеся у нас в стране программы и проекты, то я больше чем уверен, они бы могли обеспечить хорошую доходность. А они инвестируют эти деньги в ценные бумаги по всему миру. Половину денег они инвестируют в государственные ценные бумаги, увеличивая внутренний долг и так далее. В результате мы имеем то, что имеем. Однако, по мнению экономиста Татьяны Притворовой, в мире нет идеальной пенсионной системы, и без рисков не обойтись. Эти деньги очень плохо защищены от инфляции внутренней, от разного рода, опять же, кризисов. Во всех странах пенсионные системы находятся вот в такой вот рисковой зоне. И никто еще не придумал универсальную схему, которая бы позволила все риски закрыть. Эксперты сходятся в одном – казахстанцам необходимо заботиться о своей старости самим и загодя. Как копить – дело индивидуальное. Одни превращают свои деньги в золото, другие вкладывают в акции и облигации, третий складывают под матрас. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Пять лет обкрадывали стариков сотрудники дома престарелых и их сообщники из Каспочты. Руководитель учреждения в городе Абай Карагандинской области и его подчиненные присваивали и делили между собой пособия и пенсии. Их поймали с поличным. Троих соцработников застали, когда они делили между собой 650 тысяч тенге, предназначенные для подопечных дома престарелых номер один Абайского района. Всего они получали каждый месяц 1 миллион 300 тысяч тенге. Это были пенсии и пособия 25 человек за январь. В этом учреждении находится 90 человек, 30 из которых инвалиды, остальные пенсионеры. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в группе лиц. А по версии следствия, сотрудники дома престарелых обирали стариков на протяжении пяти лет. Соучастником проходит руководитель отдела филиала Каспочты. Сейчас следователи выясняют, почему пенсии и пособия оказались в чужих руках, а не на счетах стариков. Подозреваемые пока на свободе. Эти деньги, которые они не дали, не выдали, не дееспособным лицам, которые в постели лежат, не могут ходить. В этом плане они обман пучом. У них собирали росписи о получении данных средств, а остальные деньги, то, что они не дали, делили между собой. Каргандинские шахтеры смогут купить жилье по льготной ипотеке. Но не все. После взрыва на шахте, когда погибли шестеро горняков, Аким, кроме всего прочего, обещал решить жилищную проблему работников этой сферы. И из бюджета области выделили миллиард тенге на новую ипотечную программу. Ипотечную программу запустят в пяти городах Каргандинской области. Карганди, Тимиртау, Абай, Сарани, Шахтинске. Шахтеры и металлурги смогут через отбасы банк купить квартиру или дом без первоначального взноса под 5% годовых и сроком на 19 лет. Они сами будут искать подходящее жилье. Максимальный заем – 15 миллионов тенге. Если квартиры дороже, могут добавить из своих накоплений или из пенсионных излишков, сообщили в Управлении энергетики и ЖКХ области. Каждый год Акимат области будет выделять на программу по миллиарду тенге, которых хватит на 70 человек. Претендентов будут отбирать в порядке очереди среди тех, кто острее всего нуждается в жилье или расширении жилплощади. Решение за профсоюзами стального и угольного департаментов. На льготную ипотеку могут рассчитывать только работники Арселор Миттл Тимиртау. Хотя в Карганды есть шахты, где горняки получают гораздо меньшие зарплаты. Это было принято в рамках решения той согласительной комиссии, которая была во время аварии на шахте Абайская. Мы приняли большое решение, потому что работники во время встречи с работниками Акимата и согласительной комиссии, работники именно нашего угольного департамента и Арселор Миттл Тимиртау сказали, что у них есть проблемы именно по жилью. Поэтому было принято такое решение. Добавьте ярких красок в серые будни вместе с Жантак Ти. Это новый напиток из отвара растений верблюжья колючка. Помимо утоления жажды, он очищает организм, повышает выносливость и укрепляет иммунитет. Натуральные ингредиенты собираются вручную.